Так, друзья, у нас сейчас идут торги на вот эту замечательную монетку 1 гривна. Давайте посмотрим, сколько сейчас уже наторговали. Мы видим, что 28 тысяч было. Сейчас осталось 5 минут у нас до финала торгов. Давайте сейчас обновим страничку и посмотрим, сколько уже сейчас. Уже видим, что ровно 29 тысяч на вот такую монетку 1 гривна. Вот, чтобы такой лот максимум людей увидело, нужно заказать было рекламу у Виолити. Виолити за это берет деньги, это понятное дело. Значит, сейчас мы видим, 2 минутки осталось до окончания этих торгов. Монетка шикарная, на самом деле. У меня была мысль, что хотелось бы и к себе такую в коллекцию. Но 1000 долларов, ну, мне кажется, довольно серьезная цифра. Для монеты. И, к сожалению, здесь все-таки есть небольшой дефект. Удар. Ударчик на четверочке. Вот. И это чуть-чуть снижает стоимость. Хотя стоимость вот такой монеты может быть вообще в районе 2000 долларов. 2300. Я знаю, что на рынке были такие цены. Вот. И очень круто, что здесь присоединилось много ребят, экспертов, которые держали такие монеты в руках, которые как бы видели их живьем, у которых, возможно, даже есть. Потому что выставляли свои фотографии, сравнения с 95-м годом. И это, конечно, однозначно интересно, потому что я вот таких монет не видел. Благодаря этому лоту ребята выкладывали свои монеты. Это супер такое, как бы, открытие, потому что не все монетки, кроме каталогов, мы можем увидеть. Вот. Вот она с 94-м годом, сравнение с 92-м годом. Давайте посмотрим, что тут по ставкам. Ну, к сожалению, я вижу, что там 37 секунд. Пока нет ставок. 29 тысяч. Ну, может, еще какой-то моральный барьер, знаете, 30 тысяч. Это такая серьезная, как бы, цифра. И не все готовы перешагнуть. Хотя, ну, на самом деле, я думаю, монета стоит гораздо дороже. Вот. Только за счет того, что кто хочет себе в каком состоянии положить монетку в коллекцию. Видите, здесь потрясающие просто фотографии с 95-м годом. Разные разновидности. Ну, что, лот продан, друзья, 29 тысяч гривен за вот такую монетку. Я думаю, пора снимать обзор, что вот новая цена там на гривну. Конечно, я видел, когда за 45 тысяч продалась на толстой заготовке. Вот это было прям суперинтересно. Здесь, ну, не толстая заготовка, все равно, все равно монетка очень редкая. Немножко я ожидал, что будет цена больше. Но, в любом случае, это интересно, это круто. Вот, таких продаж мы видим единицы. Вообще, такую гривну я не видел на торгах. Ни одной. Вот. Что тут по фотографиям? Вот выкладывали, ребята, фотографии. Yoacoins выкладывал, как выглядит его гривна с 94-м годом. Мы смотрели на четверки, все ли хорошо. Ну, все подтвердило, что все хорошо. Вот. Здесь выставлена была вот эта четверка немножко битой. Ну, вот такое бывает. Видите, представляете себе, и эта монетка была найдена в обороте. Вот просто. Конечно, с каждым годом все сложнее и сложнее будет найти гривны, такие редкие в обороте, потому что убирать будут золотые гривны. Но это... Ребят, вот так вы видите, что была продана гривна с гуртом 94-го года. Очень редко и интересно. Я поздравляю победителя данных электронных торгов. Это, конечно, то, с чем можно гордиться в коллекции. Многие даже не знают, что бывают такие гривны с разными надписями гуртовыми. И гуртом 92-м. Так что, класс, следите за электронными торгами, за аукционом. Это всегда интересно, какие лоты сейчас выставляются и продаются.